Всем привет, с вами Тинта. У нас сегодня на канале небольшое нововведение. Сегодня вы станете свидетелями нового шоу «Художник против художника». Я сразу скажу, что я не профессионал, я рисую так чисто для души. Но я пригласил своего друга, его зовут Дима. Он профессионал, он уже работает с группными студиями. Какие студии? С ответвлением Параманта начинаю работать сейчас. Надеюсь, все срастется. Но в принципе, в профессиональной деятельности я нахожусь около двух лет. Сейчас я покажу картинки, автором которых Дима является. Вы зацените его уровень. Уровень очень высокий. Мой гораздо ниже, я больше по фотографиям. Но я тоже попробую что-нибудь выдать. Надеюсь, получится прикольно. В чем заключается соревнование? Нам выпадает рандомным образом герой. Сегодня это будет «Соник». В дальнейшем мы будем там тащить какие-то карточки. Но сегодня уже «Соник» выпал. Это осталось за кадром. Мы оба примерно представляем, как он выглядит, но не в деталях. Сейчас мы будем рисовать его по памяти. Кто будет ближе к оригиналу и у кого будет картинка симпатичней по итогу, тот и победил. А решать это будете вы в комментариях. Ставьте лайк авансом. Надеюсь, это шоу вам зайдет. По крайней мере, мы будем стараться. Я точно помню, что у него брови направлены вниз к носу. Он злой, он выглядит так. И вот я начинаю скетчить сейчас, и выглядит так, что он как будто злой получается. Но я так понимаю, он должен быть какой-то веселый в итоге. Ну, у меня он 100% будет немножечко бешеным, потому что я уже начал что-то рисовать. Это я смотрел видео о VGN, когда-то еще давно он рассказывал эту историю. Sega всего на один параметр опережала Nintendo. Это что-то там скорость обработки, что-то у них там на два пункта было выше, типа, скорость прокрутки экрана, по-моему. И они превратили это в маркетинговый ход. Они назвали это Blast Processing, типа. И всю рекламу построили на этом. Типа, у них реклама такая была зашкварная. Вы знаете, что такое Blast Processing? И там Соник такой по экрану, типа. Типа, все такое бешеное, там, рок-музыка играет. The Sega Genesis has Blast Processing. Super Nintendo doesn't. So what's Blast Processing do? What if you don't have Blast Processing? Вот, раньше можно было делать рекламу такую, типа, унижать конкурентов в ней. Сейчас, типа, я так понимаю, что ты не можешь сказать, покупайте Coca-Cola, потому что Pepsi-Cola – это отрыжка бомжа. Пока я тут болтаю, короче, уже нарисовал, наверное, да? Я приблизительный эскиз наметил. Но по цветам я не помню. Я знаю, что он синий. А какие у него там пятна белые. Я, если честно, не помню, где они находятся. А ты помнишь, как ты познакомился с Соником? Я, на самом деле, вообще не играл в эту игру и практически ничего не знаю, кроме как последние трейлеры, которые выходили к фильму. А у меня суперинтересная история, как я познакомился с Соником. Я еще учился в школе, и тогда популярной приставкой была Sega. Прямо на перемене ко мне подошел друг и сказал «зацени, что я нашел». И показывает картридж, короче, Соника. И я тогда, у меня даже, ну, как бы в мыслях не возникло, что здесь есть какой-то подвох. Как я потом узнал, оказывается, он его своровал. Он его своровал из раздевалки, представляете? Но он был настолько хитер и, как бы, дальновиден, что он даже мне, своему лучшему другу, не признался в этом и вообще никогда не признавался. А позже этот гадон еще и у меня картриджи воровал. Но суть не в этом. Мы, короче, у него не было Sega, поэтому мы пришли ко мне после уроков. И это оказался не тот самый, ну, классический 2D Sonic. А это была какая-то более поздняя версия, называлась Sonic 3D, короче. Естественно, он не был 3D, он был имитацией 3D. Это реально нас сначала очень впечатлило. Мы такие «Вау, какая графика, нихрена себе там Sonic, типа, может там 360 градусов крутиться». Но на самом деле мы сразу поняли, что игра какая-то скучная, нутная и однообразная, короче. Она была очень однообразная, я не знаю, хоть кто-нибудь проходил ее, если да, то пишите в комментариях, какие ваши были впечатления. А уже позже у меня появился вот этот, типа, классический Sega'овский Sonic платформер, где он бегал взад-вперед, где, типа, еще был у него друг лисенок, Tails. Вот. Да, когда Теос умирал, он потом на своем хвосте, как на вертолете, типа, прилетал. Да, вот эту версию я помню, наверное, как раз эту игру я и застал. На Sega, да, или на Sonic? На Sega, на Sega, да. Там он еще какие-то кольца собирает, постоянно бегает по... Это все знают про Соника. Ну, Sonic, как бы, и кольца, ну, типа, камон. Это все, что я про него знаю, наверное. А как тебе вот этот скандал, ты следил, что они сначала нарисовали у бога Соника, интернету не понравилось, они сделали выводы и перерисовали. Получилось лучше, типа. Да, ты про этот фильм, да, который скоро выйдет? Да, да. Да, но я насчет скандала не совсем в курсе, но я видел новую версию, которую прям значительно приблизили к оригинальному этому старому дизайну и выглядит намного лучше. Вот я сейчас его рисую и я задумался, что есть вот эти его шипы. Да, как бы, представьте, вот Соника сбрить эту шерсть, да, или это его какие-то иголки, я не знаю, синие. И что, у него реально вот такой формы череп, типа, с такими четырьмя зубцами сзади? Наверное, в 90-х никто не думал о том, что он будет когда-то реалистичным и сделали такой дизайн. Ну да, это так же, как волосы Барта Симпсона. Они нарисованы просто вот таким зигзагом, типа, а как это представить в реальности? Невозможно. Художники, чтобы вы понимали, они часто так делают, типа, используют текстуры. То есть, когда вы видите нарисованное там какое-нибудь животное, и при этом на нем каждая волосинка вот так вот видна, знайте, что это не художник там сидел вот так вот и вырисовывал все. Он просто взял фото какого-то мохнатого зверя и текстуру туда прилепил. А у этой техники есть название какое-то? Это, наверное, не назвать мэрпейнтингом, когда картинки просто коллажируют друг с другом. Это скорее... Ну, коллаж, наверное, да, получается, типа? Я своего Соника делаю из трех животных. Из волка, из крысы и из акулы. Я вот на самом деле не помню, у Соника есть зубы? Мне кажется, да, какие-то более человечные такие зубы. У него зубы, как у Тимати, знаешь, такие фарфоровые, виниры. Я лично вообще Соника помню как какой-то шар. Вот, я его пытаюсь сейчас нарисовать как шар, типа, вот. И я помню его иголки, я помню, что у него мультяшные руки, как у Микки Мауса, и огромные ботинки. Вот. Больше я реально ни хрена о нем не помню. Помню, что у него, ну, как-то глаза, ну, вот так, типа, злые, вот, как ты сказал, и все. А у тебя была Сега или Дэнди? Нет, мне друг давал Сегу на один день в детстве. А Дэнди был, Дэнди был, но Соника-то не было. Я не уверен даже, на Дэнди была вообще эта игра или нет. Не, не, на Дэнди я ее быть не могу, потому что Соник это маскот, типа, Сеги. А Дэнди это фейк Нинтендо. Вот, соответственно, на Дэнди было Марио. Реально было время о каких-то психоделических фантазиях разработчиков. Вдумайтесь, за кого ты играешь. Ты выбираешь между каким-то синим сверхзвуковым ежом, либо каким-то водопроводчиком, который жрет грибы и в канализации клавает. Итак, мы, наконец, дорисовали наших персонажей. И сейчас мы будем смотреть рисунки друг друга. И сначала я буду смотреть рисунок Димы. Дима, скидывай мне его. Бам! Он у тебя больше похож на лисенка. Он у тебя очень добрый, пушистый. Это Соник, полная противоположность тому, что я нарисовал. Это просто мега няшный Соник, похожий то ли на котика. Ну, короче, его хочется потрепать такой, но он, типа, добрый. Ну, на львенка такой похож, скорее. На львенка? Теперь смотри мой. Ну, слушай. Ну, че сказать. Он противоположный, да. Я пузо человеческое использовал. Смотри, у него пупок такой, типа, как у человека. И соски есть. Я просто не знаю, ну, как бы в оригинале на Сеге у Соника были соски вообще, нет? Ну, я решил сделать. Ну, красивый. Ну, ты видишь, да, что он такой корявый, корявый? Ну, да, такой коллажек. Ну, интересно выглядит, на самом деле. Так, ну вот, я наконец вижу оригинал. И я понимаю, что у него другие ботинки, у него абсолютно другие кеды. Я забыл, что у него какие-то красные кеды вытянутые. Точно. Вот теперь я вспомнил, короче. И еще важное отличие его от моего Соника, то, что у него руки голые. Как бы у меня руки, они в шерсти. То есть у меня синяя шерсть на нем. А в оригинале у него почему-то голый. Он как бы как будто в футболке. Вот. А в целом, мне кажется, я уловил. То есть я как бы... Я не делал его туловище. Я сделал его как целую голову. Вот. А ты че скажешь? Да, насчет ботинок. Я немножко не уловил пропорции. Они в оригинале интереснее. То, что ботинки такие массивные. И вот эта высокая белая часть у ботинок, которые похожи на чулки какие-то. Или что? Вот я совсем про это забыл. И просто нарисовал ему. Ну да, он у тебя как будто в кроссовках. Я ему специальные кроссовки нарисовал. Я не помню, как они выглядели. Ну, в общем, вот такие три Соника. Пишите в комментариях, что вы думаете. Сейчас мы... Они все будут на экране. Первый, второй, третий. Кто из нас был... Оказался ближе к оригиналу. Чей Соник вам нравится больше. Вот. А с вами был Тинто и Дима. Подписывайтесь на его Инстаграм. У него очень классные работы. Он постоянно рисует кучу всего нового. Всем спасибо. Если еще вам этот формат зашел, то же пишите. Мы будем продолжать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok